Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Камила Досова, вы находитесь на моем канале о вязании. Сегодня я хочу вам показать готовые работы аж за два месяца. Честно говоря, даже не думала, что успею записать это видео, но все же выкроила немного времени для того, чтобы хоть немножко сделать обзор по нашим готовым изделиям. Тем, кто на моем канале впервые, я хочу сразу пояснить, что все эти изделия вяжу не только я, но и команда моих помощниц, а также у меня есть партнер, ее зовут Рината, то есть она мне помогает воплощать разные идеи, и я в свою очередь тоже помогаю ей воплощать наши идеи. Слава богу, наши вкусы практически во всем сходятся. У нас могут быть там, ну типа разногласия насчет оттенка какого-либо цвета там или еще что-то, но в целом у нас сложился такой тандем, когда мы обе четко понимаем нашу стратегию и наш стиль. Вот, поэтому я приступлю. Я сегодня, видите, такая желтенькая под цвет моего стульчика. Решила в последние дни лета приобрести немножко краски, а потом уже пойдет мой любимейший-любимейший сезон осень, когда я очень сильно вдохновляюсь, когда я просто из меня идеи лезут одна за другой, и кажется, господи, ну почему же у меня всего две руки? Вот. То есть я сейчас на таком вот подъеме, я предвкушаю, тем более, что очень-очень много мы задумали. А пока поговорим о том, что связалось за два месяца. Честно скажу, у нас в июле у нас практически был простой, потому что мы все пошли по отпускам. Каждая из нас пошла обдумать новые идеи, и потом в августе мы уже встретились, поделились этими идеями друг с другом. В целом я хочу сказать, что у нас кардинально не будет прям меняться концепция нашего бренда, но в любом случае что-то новенькое мы предлагать вам будем. И я хочу начать с костюма из этого прекрасного небесно-голубого цвета. Это идет костюм двойка, штаны, брючки и джемпирог. Вот по нему можно сказать, что мы придерживаемся минималистичного стиля. У нас преобладают пастельные оттенки в том, что мы предлагаем вам. Да, конечно, у нас иногда бывает и взрыв цвета, но в основном мы идем по вот этому пути. Это классный костюм. Вот сейчас наступает такая погода, когда тебе вроде как бы уже и прохладно ходить только в одних шортах и в топике, особенно по вечерам. А этот костюм из стопроцентной вискозы, он поможет тебе быть и на стиле, и не в шубе, и в то же время в очень комфортной одежде. Вязался этот костюм на машине пятого класса. Посмотрите, какая у штанишек резиночка широкая. Она именно вот нашу талию, да, даже если она у нас немножко там типа ползет, она эту талию сужает. Ну что хочу сказать. Костюм очень мягкий, красивый цвет, модный стиль и в пир, и в мир, что называется. То есть я с удовольствием вот так уносила на всяческие прогулки или там на свидание, например. Ну классно, мне нравится. Надеюсь и вам. И если вы хотите не просто вдохновиться, а хотите приобрести что-то из наших моделей, вы можете пройти в мой инстаграм, который я оставлю в описании. И там уже расписаны все цены и материалы, из которых была изготовлена та или иная вещь. Дальше моя любимая модель, которая вяжется вручную, это тюльпан. Вяжется она из махера. Пыталась подсчитать, сколько мы тюльпанов уже раздарили нашим прекрасным клиенткам, но что-то сбилось со счета, я не знаю, где-то на пятнадцатом. Поэтому сейчас уже не считаю. Сейчас я просто уже наслаждаюсь тем, что то, что ранее было моей просто какой-то задумкой такое, какой-то червячок зародился. И потом из этого вышло изделие, на которое я сумела составить описание. И теперь эту модель отвязывают мои помощницы. Примечательно, что вот здесь у нас идет прозрачная часть, здесь у нас идет затененная часть, потому что нам всем хочется быть воздушными, красивыми и яркими. Но не все готовы показывать вот эти вот свои места. Вот поэтому такая модель специально для тех, кто хочет выглядеть нарядно, женственно и в то же время не показывать слишком многого. На самом деле за два месяца у нас вязалось два таких тюльпана. Один вот такого пудрового цвета, другой более бежевого, такого овсяного цвета. Это наши бестселлеры, можно сказать, два цвета. Поэтому очень часто мы получаем на них заказ. Вот буквально сейчас опять вяжется из овсяного цвета и опять из пудрового. Ну, в общем, да, моделька классная. Продолжать ее в новом сезоне мы будем. И даже, возможно, сделаем какую-то интерпретацию. Так, еще одна новая моделька. Такой удлиненный оверсайз пулловер летний из хлопковой пряжи. Это пряжа Ярнард Роузгаден. Мы связали ее в единственном экземпляре и больше вязать не будем, потому что мы не справились, то есть не смогли справиться с косиной в полотне. Мне многие девочки советовали, что надо просто нитку не с серединки брать, а с краю. Но, честно говоря, мы, в общем, как бы решили не продолжать вязать из этой пряжи. Если мы чувствуем какой-то совсем, ну, небольшой дискомфорт, мы предпочитаем остановиться, не делать из этого ничего, чем высасывать там из себя последние силы и пытаться что-то из себя изобразить, да, то есть из пряжи, которая нам не нравится. Но, тем не менее, градиент очень симпатичный, с серого в розовый. Очень частое, на самом деле, сочетание цветов. Возможно, он кому-то приглянется и найдет свою хозяйку. Хотя, ну, в целом, как бы, он связан довольно-таки неплохо. Я, честно скажу, я вязала еще второй, такой же только из серого в синий, ой, из синего в белый переходил. И, к сожалению, он закосил настолько, что я просто остановилась и не стала ничего с ним делать. Ну, выбросила его, чем вызвало гнев нескольких подписчиков моих. Ну, девчонки, извините, другого выхода я не видела, серьезно. Ну, если хотите отписаться, отпишитесь. Но я не сделала ничего преступного. Преступнее было бы держать это три года у себя, а потом выбросить, да. Джемпер с модным сочетанием белого и горчичного. Он связан из чистого хлопка, вот этот вот египетский хлопок. Очень дорогой какой-то, ненормально дорогой. Мы его вот купили и что-то не поняли даже, что произошло. Связан на машине. Размер где-то 8. Ой, почему я 8 говорю? Размер где-то M. Ну, на M хорошо сядет, даже с оверсайз немного, на S прям большой оверсайз будет. Ну, L уже будет прям в пору. То есть мы стараемся вязать такие более модели, которые там не должны быть в талию или там, я не знаю, какие-то выточки имеют. Вот на кого сядет, так, ну, если, допустим, вы размера L, но у вас при этом, например, тонкая талия, то тоже сядет прекрасно. Также нашу летнюю тему закрывают топы, которые мы вязали все лето с большим удовольствием. У нас остался всего один в наличии. Это вот из такого цвета шалфея на завязочках. Размер здесь примерно L, то есть он, да, он не маленький, не микроскопический, что так иногда нервирует, да, многих из нас, что приходишь в магазин, а там только на дюймовочек одежды нет. У нас бывают и вот такие вот модельки в большом размере. Также у нас вот розовый был, он уехал уже к хозяйке. Ну, то есть я имею в виду за прошедший период. Да, вот такая вот штучка. Да, вот такой вот топик. Очень мягкий, сделан он из той же самой вискозы итальянской, шелковистый. Ну, да, сейчас, конечно, наверное, у нас снизится на них спрос, но летом, я думаю, что мы вернемся к их производству. Также насчет последнего летнего изделия, которое у меня получилось. Это был пуловер такого цвета морской волны. Очень красивый и в результате он оказался очень мягким. Вязала я его из буретного шелка. Там 600 метров на 100 грамм был. То есть нитка была очень тонкая и, конечно, мне пришлось с ним помучиться. Но результат получился хорошим. И это как раз то, что нужно было клиенту. Она хотела, чтобы это был объемный, но в то же время тонкий пуловер с каким-то таким ненавязчивым рисунком. Я вязала этот пуловер по мастер-классу Лана «Стильное вязание». Ссылочку на этот мастер-класс я оставлю тоже в описании. Также я в описании оставлю все артикулы, которые были использованы для всех изделий, которые у нас случились за этот период. И много других интересных ссылочек, которые могут оказаться вам полезными. Так, ну что, осень наступила, дождик за окном, антидепрессанты, ом-ням-ням-ням-ням-ням. Но мы не собираемся осенью депрессировать, потому что мы продолжаем вязать. И многие знают, что вот я свой аккаунт, когда только начинала в Инстаграм и в Ютуб, я вязала в основном вот такие вот кардиганы, да, базовые. Не перестанем мы их вязать. Единственное, что все-таки было решено отвязывать их на машине, потому что, ну, вот эта гладь, она сама по себе просится в машинку. И, ну, не вижу сейчас смысла продолжать вязать эти кардиганы вручную, потому что, ну, такой большой кусок глади очень тяжело отвязать безрядности. Об этом я тоже много в прошлом году говорила. Ну, то есть, ну, в этом году, ну, в прошлом сезоне, да, что вот это будет все теперь отвязано на машинке. И, честно говоря, я не вижу особенных отличий. Единственное, что здесь добавились кармашки, и он стал немножко подлиннее. Но, в принципе, мы можем любую высоту на этом кардигане изобразить. Все зависит только от вашего желания. Вот, поэтому этот прекрасный, мягчайший, белый, ну, он молочный, но он белый кардиган связан из смеси альпаки и мериноса. Я все это подпишу, все названия. Он прекрасен. У него деревянные пуговки. И он, ну, просто замечательный. Тем более, такой белый цвет, он, ну, я не знаю, он просто делает из женщин каких-то невозможных красоток. Очень каких-то таких утонченных, аккуратных. Не бойтесь заказывать кардиганы в белом цвете, потому что у них вот такой V-образный вырез. На нем никогда не будет там оставаться косметика. Вот, поэтому моя рекомендация вам на следующий сезон – это кардиган. Еще один кардиган, он, ну, как бы, он считается готовой работой. Осталось пришить только вирочки и пуговки. Мы решили использовать вот такие вот пуговки на ножке. Ну, имитация жемчуга. Мне кажется, очень будет миленько смотреться на этой кофточке. Вот сейчас немножко... Во-во-во, вот сейчас цвет классно передает. Цвет желтый. Тот самый желтый, который рекомендовал на сезон Институт цвета Pantone. То есть, это такой светлый, разбеленный желтый. Но я считаю, что он классный. Да, надо его отпарить, но я решила его все равно вам показать, потому что вообще еще даже в Инстаграме его нигде не светила, в своих влогах. Вот, поэтому, да, это тот самый кардиган Досова, который мы всегда отвязываем, но тоже уже связан на машинке. Как видите, он короче, у него нет карманов. Пряжу мы здесь использовали пушистенькую. Это сурья альпака с помесью мериноса и с помесью там какого-то процента ПА. Вот такая вот супер классная, легкая, воздушная вещь, которая, ну, может быть, даже, можно сказать, похожа на плюш или что-то типа того. Жалко, что я не успела его отпарить, вы уж простите. Последняя вещь на моей вешалке, но не последняя в наших готовых изделиях, это кардиган с асимметричными полочками. Как вы видите, чуть-чуть смещена наша планочка вправо. И пуговицы, пуговицы, как бы они здесь до конца все, но мы предлагаем носить все-таки вот примерно вот так, потому что это будет открываться, ну, здесь уже от талии вниз, да, ваша одежда. И будет видно, что вот пуговички здесь есть, вот этот разрез будет играть, а вот эти три будут застегнуты. Его не очень, конечно, будет удобно носить просто на распашку, потому что вот эта часть будет больше отвисать. Но вот в таком состоянии очень даже да. Мы думаем, что это бомбер все-таки, судя по его вот высоте и то, что мы решили, ну, такие вот полосочки изобразить, как-то нас более к спортивному стилю это все отклоняет, но в то же время он также может быть строгим, то есть если, например, это юбка-карандаш или сверху на платье комбинацию или еще что-то, то есть можно, ну, буквально это носить руководителям каких-то серьезных предприятий, да, даже. Ну, а если нет, то, пожалуйста, джинсы, там, черный топ, допустим, и пошли красивые гулять. Так, это у нас стопроцентный кардный меринос, тоже оставлю название в описании. Цвет такой глубокий-глубокий, зеленый. Сейчас, наверное, он неправильно передается, он, ну, вот, более зеленый, то есть сейчас он на камеру холоднит немножко. Вот такая вот вещь, которая нам очень нравится. Ну, мы немножко, скорее всего, доработаем эту модель, если будет отклик среди наших покупателей, что они будут ее, ну, как бы часто ей интересоваться, приобретать, да, тогда мы еще немножко доработаем ее и уже включим в наш коллекцию. Ее идея принадлежит Ренате и воплощение полностью Ренаты. Ну, единственное, пуговички я пришила. Это деревянные пуговицы, тонированные черного цвета. Вот такая классная модель. Последняя кофточка, которая ушла уже к своей хозяйке, это, даже не знаю, как это назвать, потому что его воротник, он очень необычный. Я бы, наверное, сказала, что это джемпер со стойкой воротником. Добились мы вот этой стойкости за счет того, что вот здесь у нас происходило очень плотное вязание и в итоге оно встало. То есть если бы мы до конца закрыли его здесь, возможно, это был бы свитер. Но так как вот это место было недовязано, оно вот так вот раскрылось, и это стало похоже на поло, может быть, и на пуловер. Ну, в общем, давайте подискутируем в комментариях, что же это у нас. Пуловер, джемпер, поло или же свитер. Он вязался тоже из чистого мериноса. На фотографиях на Ренате он, естественно, как бы, ну, как бы он большой, он оверсайз, на самом деле можно связать на любой другой размер, но просто человек, для которого он вязался, ну, он не такой, как Рената, худенький она. Поэтому, да, на Ренате немножко так мешковато смотрится, но, мне кажется, это совершенно не портит идею. В общем, таким вот образом у нас опять в этом, за этот период 13 изделий. Ну, считайте, что все они были отвязаны, ну, практически в августе. И, да, мы в предвкушении, мы ждем сезон, мы к нему относительно готовы. Постараемся внедрить что-то новенькое, какие-то деликатные узорчики. Возможно, мы попробуем себя в абсолютно чем-то новом, в таких техниках, как интарсия, потому что она сейчас прям очень-очень стала трендовой. Кстати, если вы хотите, чтобы я сделала какой-то небольшой обзор по тому, что сейчас будет трендово в этом сезоне, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь сделать классную подборку. Я постоянно что-то сохраняю для себя, потому что меня это вдохновляет, потому что мне это кажется интересным. Даже если я понимаю, что я это никогда не смогу связать, я все равно держу это все в моем телефоне. Поэтому у меня накопилось много всего для того, чтобы не только самой вдохновиться, но и вас вдохновить на какие-то новые визуальные подвиги. Что касается нашего сезона, то да, мы будем так же. Мы так же пойдем в детскую тему, потому что есть потребность у моих подписчиков точно. Есть потребность, есть у нас ресурс для этого. Ну, в общем, дай Бог, чтобы все наши идеи реализовались, и мы смогли вас радовать и вдохновлять и дальше. Надеюсь, что вас не напрягло, что я так тараторю сегодня. Просто я немножко поймала такой вот загон относительно манеры своей речи. и она многим не нравится, и мне многие пишут, что ты там экаешь, бэкаешь, чмокаешь там и так далее. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья? Я чмокаю и экаю, но при этом я несу довольно-таки интересную и важную информацию. В любом случае, вы можете отписаться, если вам это неинтересно, если я вас раздражаю тем, что я разговариваю медленно, вы можете увеличивать скорость с помощью шестеренки на вашем экране. Мне кажется, что в таком виде, как творчество и как вязание, не может быть такого негатива про то, как человек там выглядит, как он разговаривает, как он себя ведет там или еще что-то. И мне кажется, если это творчество, то нужно им делиться. И я делюсь своим творчеством, как только могу. Надеюсь, что вам нравится наше творчество. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Кто не подписался до сих пор, подпишитесь, пожалуйста. И я буду ждать в комментариях ваши впечатления от того, что было нами проделано. Спасибо всем большое за то, что заглянули. С вами была я, Калина. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok